Дорогие друзья, вы вновь на канале InDubai. Меня зовут Анна Надырова, и сейчас это видеоинтервью я хочу провести именно в Дубае. И вот как-то по традиции у нас сложилось так, что мы встречаемся с людьми, которые переехали в Дубай, чтобы узнать у них много таких интересных вещей, как минусы в Дубае, про какие-то бытовые вопросы в Дубае, возможно, получить какие-то советы, которые вам очень в жизни пригодятся. Сегодня мы встречаемся с замечательной парой. Это Лидия и Маруан. Они поделятся своим опытом, и я у них узнаю о таких вопросах, как они переехали в Дубай, какие минусы и плюсы Дубая. Я попрошу их дать советы тем, кто переезжает в Дубай. И, конечно, уточнить про какие-либо бытовые вопросы, которые, я думаю, интересны многим, кто сейчас еще не живет в Дубае, но планирует в ближайшем будущем переезжать. Добрый день! Очень приятно встретиться сегодня. Наверное, первый вопрос, который хотелось бы спросить, это история вашего знакомства, и вообще, как вы смогли переехать в Дубай, и почему так решилась? Сначала, я думаю, нужно рассказать вообще нашу историю, как мы оказались, учутились вместе. Я училась в Москве, в Московском педагогическом государственном университете, и изучала политологию, и арабский язык у нас был обязательным. И на четвертом курсе нас отправили на стажировку в Иорданию, чтобы мы попрактиковали язык, пожили в чужой арабской стране, в общем, и ознакомились с арабской культурой и бытом. Когда мы приехали в университет, мы познакомились с русской женщиной, она работает там, преподавательницей, и преподает русский язык для арабов. И она сказала, что девочки, я дам вам языковых партнеров, у меня есть хорошие студенты. И дала нам список студентов, которые учат русский язык. Там оказались только одни мальчики, мы спросили, а почему, почему нет девочек? На что она ответила, что девочки русский язык не изучают. Потом мы узнали, что это была неправда, наглая ложь. Но, видимо, она решила, в общем, устроить нашу судьбу. И мне попал Моруан. Собственно, я уже была в последних рядах, кто выбирал себе языкового партнера. Осталось только два имени. И был один Моруан, физик, и другой еще какой-то мальчик. Я решила, вот, физик мне подойдет, будет заниматься физикой, и я его не увижу никогда. И одним вечером я позвонила по номеру данному, сказала, здравствуйте, я Лида, давайте встретимся, вы будете мой языковой партнер. Расскажи свою часть, как ты слышал. Позвонила мне одна девушка, она сказала, меня зовут Рита. Да, это, давайте встречаемся завтра примерно, Илья. Я, чё, я поехал, не, это, встретились рядом с, это, с университетом. И я, я хотел учить русский язык, точно сложно учить русский язык сам. Итак, я пошел, были там три девушки, а я так пошел к ними, и спросил, а где Рита? Да, она, никто не был, никакая Рита там не была. Я казалось, что это Лида, да. Лида, да, просто Муруан тогда вообще плохо знал русский язык, и не понял, что это Лида, а не Рит. Л и Р одинаковый, японец такой-то. Но, в общем-то, мы были языковыми партнерами, встречались периодически, и потом я уехала. И вот, я уже жила в России, и все вернулось на круги своя, и однажды Муруан мне звонит и говорит, Лида, мой папа едет в Россию, ему нужны там, а папа врач, ему нужны были какие-то аппараты. Аппараты медицинские. Медицинские. И они ехали как раз в город, скажем так, где я живу, в Ижевск. Я на тот момент жила в Санкт-Петербурге, и обстоятельства так сложились, что мне в то же время нужно было ехать тоже домой. И вот я дома и звоню, Муруан звонит мне, как дела? Мы уже приехали и говорю, а я тоже здесь. И вот мы встретились второй раз уже в России. Ну и тогда какая-то искра возникла, да. И стали мы общаться по скайпу, в общем, поддерживать отношения. И в 2009 году, на Новый год, на 2010, Муруан приехал в Россию, в Санкт-Петербург, и в новогоднюю ночь сделал мне предложение. Она сказала, да. Это самый классный день, мой лучший. Вот, и так я поехала жить в Иордане, замужем, так сказать. Там я прожила три года, училась в университете, в магистратуре, но и, в общем, в какой-то момент мы поняли, что в Иордане мы больше не можем и куда-то ехать нам нужно дальше. Мы думали, куда. И поскольку Дубай тоже арабская страна, и не так далеко, и, в общем-то, быт, да, интересный. Интересно, много людей, много культуры здесь, да, и много это... Возможность здесь, да. И Муруан, тем более, знает арабский, я знаю арабский, мы думали, что здесь мы сможем легко найти себя. Муруан сначала поехал первый разведчик, и нашел здесь работу. В это время я училась еще, заканчивала университет в Иордане. И в течение года я была в Иордане, Муруан был здесь. В общем, я иногда приезжала. Потом в течение второго года я ездила в Россию, уже по окончанию университета, повидаться с семьей, потом сюда, туда-сюда, и в сентябре я уже окончательно сюда переехала. Получается, что Муруан уже в Дубае два года, да, а я вот пять месяцев где-то, полгода, да. Вообще, отличие самое ключевое, что Иордане более традиционно, такая арабская страна, и большая часть населения – это арабы, конечно, и орданцы, и кулистинцы, ну, и из других стран туда приезжают. Ну, коренное население орданцев. Ну, сложно даже увидеть арабскую традицию здесь, в Дубае. Здесь, можно сказать, это как международное общество, да. Вы не найдёте никакой традиции, никакая страна. Вы можете идти в какое-то место, примерно это, международный город, вот этот. Интернашнл Сити. Да, в этот китайский уголок. Район. Все на китайском там примерно, да. Да. Вы можете идти в Китай, наверное, на несколько минут. И так, везде в Дубае. Не увидите арабские традиции здесь вообще? Ну, есть некоторых местах. Наверное, есть, но это как нелегко найти. Да, легко попасть туда. А в Иордании, да, это всё... Да, всё видно, как ясная традиция, понятная страна, как арабская. Да, но и более закрытое общество со своими правилами, что ты должен вот одеваться как-то определённо, вести себя, да, тем более. Ну, для русской девушки, для меня было сложно в Иордании вообще привыкнуть к быту. Я так и не привыкла, скажем, поэтому мы уехали в Дубай, где я чувствую себя более комфортно. И даже Моруан чувствую себя более комфортно. Я не привык, да, 25 лет жил там, и не привыкли. Кстати, Моруан родился в России, в Волгограде, так что он русский парень. А какие были первые впечатления, когда вы только-только прилетели в Дубай? Современный город, и более-менее всё легко здесь. Можно всё найти легко. И есть много возможностей. Это что чувствуется сразу в Дубай. Как можно всё делать. Есть много людей. И много... Работа. Работа. И так, если человек попробует, он всегда найдёт что-нибудь интересного. У меня сначала, когда уехал Моруан, я так скучала по нему, мне казалось, что это так далеко, что я никогда не приеду в Дубай. Это всё в другой жизни. Потом, когда я приехала, это был на очень короткий период, это был как курорт какой-то. Курортный город, ой, всё красиво, всё зелёное, жаркое. А потом, когда я уже постоянно приехала, место жительства в Дубай, мне очень понравилось. Хотелось бы также узнать, чем вы занимаетесь сейчас, где работаете, какие у вас должностные обязанности, как выглядит рабочий день. Я, в общем, когда приезжала сюда некоторое время, пыталась искать работу, вообще посмотреть, что есть, какие есть вакансии, куда я могу себя устроить. Вот, много, в принципе, работы в Дубае, много. Можно в любой сфере найти вакансии и найти работу. Но мне были предложения, были интервью, всё, было что-то как-то не по душе, и просто уже после университета, какие-то амбиции, всё казалось, что это мне не подходит. И в конце концов я пришла к тому, что я хочу сама работать на себя, можно сказать, быть в свободном плавании, и решила использовать свои навыки и преподавать арабский. Теперь я преподаватель арабского языка. Я даю частные уроки, да, в арабском языке для детей, для взрослых, с нуля до, там, интермедиат, скажем, об интермедиат. Я работаю как продавец в ювелирный магазин. Я вообще это не выбрал, честно. Я никогда в жизни не думал, я буду продавать этот бриллиант, да, но, оказывается, это интересно. Бит-продавец учит человека много чего, как разговаривать, как читать людей, я думаю, самое главное, как понять, как всё происходит в большую фирму тоже, это большой плюс. И, оказывается, для меня это хорошо, и мне нравится, как я учил так много вещей здесь, в Дубае, до сих пор. У Маруана была интересная история, как он нашёл работу. Да, это очень интересно, как нашли работу в Грамуру, расскажи. Ну, я приехал вообще в Абу-Даби, когда я улетел сюда, и я начинал искать работу, я попробовал в это, в Джобфер, и поехал в Дубай, и положил, потому что я физик. Я сначала попробовал где-то 30 школ, 30 школ, и практически везде. Но это вообще ни один не попал на место, короче. Почти за 10 дней моя поездка в Аммане, мне звонит один человек, его зовут тоже Маруан. Он, это, знакомый моего папа, где-то 35 лет назад. А в это время он заболел, а он искал моего папу в интернете и нашёл его. Они не разговаривали друг с другом 35 лет. И так, когда он звонил ему, это, мой папа сказал ему, что я здесь, в Дубай. А он звонил меня, и он это, нашёл мне какое-то место в его фирме. Но самое интересное, что этого человека, Маруана зовут Маруан-эль-Хассун. И того человека зовут Маруан-эль-Хассун, то есть полная тёзка. И когда он звонит... Да, это показывает, что я сам с собой всё сделал. На самом деле, мне кажется, у меня не было здесь трудностей, потому что я уже приехала к мужу, так сказать. Он всё подготовил, всё прошёл сам, в одиночестве, через все войны, пожары здесь. Вот, поэтому я приехала на готовенькое и наслаждалась жизнью, и наслаждаюсь до сих пор здесь, Дубай. Единственное, может быть, с чем я столкнулась, пока вот искала работу, что, во-первых, большая конкуренция, и даже независимо от того, какое у тебя образование, что ты знаешь, работодатели всегда пытаются показать тебе, что ты недостойный какой-то работы, и хотят там поменьше тебе платить за плату. Это, наверное, везде, это не только здесь. Ну, может быть, да, это везде, но здесь я как-то это вот ярко почувствовала, что надо... Я думаю, что нашим русским людям не хватает уверенности, что ли, в себе, потому что я не только одна, я разговаривала с девочками знакомыми, у всех такая проблема возникает. Надо уметь подавать себя, не скромничать, что ой-ой-ой, я там что-то не могу, стесняясь, а наоборот, как европейцы, может быть, презентовать себя, что даже если я чего-то не могу, пусть работодатели этого не знают, я это наверстаю и в период работы смогу сделать. Здесь, наверное, как строена жизнь здесь, надо каждый работать сам. Я думаю, как будет легко для тех, которые придут сюда и понимают, что надо всё сам делать. А кто ждёт от кого-то помощь, это не работает здесь. Наверное, нигде, но именно здесь не работает. Надо человек сам с собой всё делать. Потому что, да, потому что здесь сложно, думаю, как... Хорошо, здесь легко найти работу, легко всё делать сам, но помогать других это сложно. Нету времени, как большой город, как он строен. Ехать куда-то, это занимается весь день практически. Ему надо заниматься... Надеяться на себя и заниматься собой. Да, вот так. А если придёт человек и ждёт от кого-то какая-то помощь, это, я думаю, будет очень сложно здесь. И я вижу, как много людей придут, примерно, из Зердании, они придут сюда и думают, как всё будет легко и всё так. Это нет. Я не знаю про русских, но это просто, я думаю, что надо в голове оставить. Но даже, мне кажется, вот мы, когда сюда ехали, казалось, что будет быстрее прогресс, чем он идёт. Нет? Нет. Да. Ну, то есть, всё идёт своим чередом, но забирает какое-то время. Ну, я думаю, ещё это быстро здесь всё идёт. Легко, как можно развиваться здесь легко. Не так сложно. Как в Иордании. Так, везде. В Иордании, в России, везде. Жалейте ли вы о своём переезде в Дубай? Нет. Нет, очень интересно здесь. А я думаю, очень высокий уровень жизни, уровень счастья здесь. Очень высокий. Всё есть. Хорошая погода всегда. Я не знаю, что вы ищете, всегда найдёте здесь, в Дубай. Я бы сказал. В одной из наших статей ВКонтакте, в группе, одна девушка писала статью про минусы и плюсы Дубая и заметила такой минус, что часто люди здесь ненадолго задерживаются и часто спрашиваю вопрос, который она задаёт многим своим знакомым. Да, как долго вы ещё планируете здесь оставаться? Поэтому, наверное, хотелось задать такой же похожий вопрос и узнать, какие у вас планы на будущее. Ну, пока мы планируем жить здесь. Мы думали о том, что надо куда-то ехать и, может быть, ещё в другую страну, может быть, в европейскую страну. Минус в Дубае, что ты сколько бы ты здесь не жил, ты не получишь гражданство, ты не получишь эмиратский паспорт. Поэтому всегда нужно строить план отхода, так сказать, куда отступать, в какой тыл. Но на сегодняшний момент мы пока здесь, мы в Дубае. И думаю, ещё до экспо 2020 мы будем здесь. Ну, я думаю, в нашей жизни уже сложно строить план надолго, да? Всё изменяется очень быстро. Примерно как арабские страны изменились за прошлые три года, как, не знаю, 180 дегрис. 180 градусов. Да, очень много изменилось. А так строить план надолго, я думаю, это надо попробовать оптимально жить сейчас, да? Всегда как битвы готов для будущих, но строить сильный план, это только убирает силу от человека. Ну и потом будет, да, разочарование, что вот у меня был такой план, и ничего не вышло. Также хотелось узнать, какие минусы и какие плюсы жизни в Дубае, на ваш взгляд, по вашему мнению, вы видите? Я бы сказал, самый большой плюс – это погода. Погода? Потому что здесь не бывает вот эти самые как очень сильные жри. Все говорят, как очень жарко здесь, но я бы не сказал, что это очень жарко. Это нормально. И холод вообще не бывает. Никогда. Всегда лето здесь. Осень, можно сказать, максимум. И действительно, все говорили, что летом здесь очень жарко, плавится подошва в ботинок, я не знаю, когда ты выходишь на улицу. Может быть, я так попала, что вот в прошлом лет мне было так жарко, да, и сильная высокая влажность, но это терпимо, и даже вечером можно гулять. Конечно, не нужно в самое солнцепёк идти на пляж и там превратиться в красную котлетку, но надо приспосабливаться и наслаждаться. Можно наслаждаться тем, что я здесь, да, в Дубае. Я думаю, плюс в Дубае, как мы уже сказали, это возможности. Ты приезжаешь сюда даже не имея, скажем, большого опыта или знания языков, ты можешь найти себе работу и как первый шаг работать и начинать уже строить свою карьеру и будущее здесь. Плюс опять же, что здесь очень международная среда, то есть ты не чувствуешь себя чужим, ты всегда найдёшь людей русских, там или из какой бы ты ни был страны найдёшь своих соотечественников. И даже не находя соотечественников, скажем так, иностранцы здесь, все знают, что они не дома, скажем так, и относятся к тебе положительно. Для меня это очень большой плюс, как откуда я буду знать китайская культура, если я живу в Иордании, или индийская культура так близко. Я не знаю, как даже испанских, французов. Всё можно найти здесь. И узнать, и близко. Не так просто по телевизору. Мне кажется, минус – это бюрократия немножко. Ну, что нужно, вот, все эти бумажки очень долго, даже чтобы снять там дом, тебе надо дать очень много документов, что ты можешь взять этот дом, и там снять квартиру и так далее. Даже те же права, чтобы получить здесь… Дорого. Но даже чтобы получить права здесь в Дубае, нужно пройти вот эту бумажную волокиту, заплатить много денег, нужно накопить. Ну, то есть, если кто-то приезжает сюда и рассчитывает на то, чтобы получить права, нужно отложить деньги в бюджете на это дело, так скажем. И вот это минус в Дубае, что и везде нужно платить. Вот ещё за каждую операцию, где бы ты ни был, тебе нужно заплатить это маленькие какие-то суммы, 20 диргам, 30, ну, 100-200 максимум. Но потом это выливается в такую большую сумму, что ты думаешь, о-о, это было дорого. Ну, и опять же, вот этот минус, который мы сказали про гражданство, что здесь ты можешь прожить всю жизнь, работать, а потом, когда у тебя истекает твоя рабочая виза и тебе 60 лет, до свидания. Поезжайте вы, откуда вы приехали. Но, с другой стороны, до этих 60 лет здесь ты можешь очень многого добиться, сделать свой бизнес, накопить на пенсию, на радостные пенсионные годы. Я думаю, тоже надо научить себя, как надо делать инвестменты, да? Да, инвестировать. Да, да, до 60 лет, лет, до 60 лет. До 60 лет. Да. Это что? Это если человек работает до 60 лет, значит, это не получается с ним ничего. Ну, в России все практически так работают. Да, надо думать по-другому уже. Наш мир не работает, да. Мир не работает, как человек работает в одном месте, накопает деньги. За один, за один все это уходит. Какая-то банкрапсия у его банки, может быть, какая-то операция на это, на дороге. Ни копички не остались. Да, еще вот плюс, как сказал Муран, плюс в Дубае, что ты начинаешь по-другому мыслить. То есть ты видишь вообще эту красивую жизнь в Дубае, хочется расти и приблизиться, так сказать, к ней, и ты начинаешь искать возможности, не только работу, а как ты еще можешь заработать, что ты можешь сделать, какой бизнес. Тем более бизнес здесь, да, страна признана там одной из самых быстро развивающихся, да, и что здесь не так сложно зарегистрировать фирму. Но опять же здесь нужны деньги, чтобы даже эту ту же самую фирму зарегистрировать. Но в принципе вот Дубай, что мне нравится, государство, не Дубай, а вообще Эмираты, как они относятся к своим гражданам, то есть не только к приезжим, но и к locals. Как они защищают их права, скажем так, поощряют красивую жизнь и поощряют возможности, чтобы они что-то не хотят. Ну, даже для это, для иностранцев, для экспатриатов, они очень уважительно относятся. Ну, плюс, намного уважительнее, скажем так, к своим. Если бы наше государство, допустим, так же относились к своим гражданам, было бы, мы бы не были здесь, никто бы не уезжал. Сегодня в нашем интервью я хотела еще задать несколько таких коротких вопросов на бытовую такую тему, которую очень многим людям будет полезно и интересно, наверное, узнать. Первый вопрос такой, это сколько денег нужно здесь иметь в месяц, получать в месяц, чтобы прожить в Дубае? Прожить, именно. Ну, и пять тысяч можно прожить. Сейчас, я думаю, минимум надо десять для одного человека. Для семьи минимум 15 тысяч. Тархан. Тархан. Десять-пятнадцать тысяч. Ну, десять-пятнадцать, это ты уже будешь жить нормально. Тебе будет хватать на то, чтобы сходить куда-то и... службы шкают, они как в прошлом году. Это два раза дороже сейчас. Минимум 10. Минимум 10. Для одного человека, да. Но я не согласна, на самом деле. Нет, сюда люди приезжают, они могут шейринг сделать. Это если человек сюда едет, минимум, на который он должен рассчитывать, ну, это где-то пять тысяч. А чтобы у тебя уже было, там, ты мог отложить хотя бы тысячу или ты мог там куда-то еще эти деньги вложить, скажем так, тогда вот десять. Ну, я бы еще сказал, если вы хотите жить нормально, как-нибудь бежать целыми днями и ничего не получается, как нормально жить, надо десять. И это несложно найти. Как обстоят дела с медициной? Я не сталкивалась с медициной. Мы только сдавали кровь на визу. Еще хотелось, конечно, знать, как обстоят дела с образованием, особенно со школьным образованием. Я думаю, это очень плохое место для маленьких детей. Они вообще без этой айдентитии. Я занимаюсь ДСМИ, на самом деле. Я работала в центре для... образовательный центр для детей, давали мы там курсы. У меня были дети как раз из British School, American School и так далее. Я разочаровалась в европейском образовании, потому что у нас есть друзья с детьми, которые ходят здесь, KG1, KG2. Детей не учат концентрироваться и учиться как в нашем понятии, что ты учишь материал какой-то, ты запоминаешь, ты можешь его потом воспроизвести. Очень поверхностные знания, и они хватают, как правило, на слух. Что они услышали, ага, не запомнили. Потом, если они вспомнили, вспомнили. Если нет, то вот и всё. В школах здесь даже не дают учебники, там, домой не дают каких-то домашних заданий, там, до пятого класса, по крайней мере. И дети неорганизованные. У нас вот есть друзья с детьми, которые... Ты не можешь с ними построить диалог, потому что вроде они арабские, но школа вся на английском. Он говорит только на английском, на арабском, он игнорирует вообще тебя, если ты с ним разговариваешь, и живёт в своём каком-то отдельном мире. Ну, это, можно сказать, тоже вина у родителей. Надо всегда заниматься детьми, как родители надо заниматься детьми. Но здесь, потому что очень быстрый, как ритм жизни в Дубае, люди, наверное, забывают про самые маленькие, как главные вещи в жизни. Потому что всё красиво, так люди всегда заняты, как наслаждаться жизнью, а забывают про детей. Но так получается, это, детей здесь, они теряют это. Нету структуры, одна структура, как примерно в России, так русских детей, в Иордании, так иорданских детей, да? Здесь нету дубайских детей. Есть от всего мира дети, да? И каждый влияет чуть-чуть. в других, потому что это общее, как знание детьми. Каждый маленький ребенок, он учит от всех, да? А так не получается никакой-то ясной картины для него. А так он теряется. Надо всегда семья заниматься детей. Самые дорогие школы это не дают детьми. Да, я хотела сказать про школу. Здесь наверняка есть хорошие школы, и хорошие учителя, и всё. Но здесь платное же образование. И вот это накладывает свой отпечаток. То есть родители платите. А как уже ваш ребенок будет усваивать материал, учиться? Это уже не так важно. Главное, чтобы было оплачено год, и будет ребенок переходить из класса в класс дальше. Да, я бы хотела дать совет родителям с детьми, что здесь дети, когда вы их отдаете в английскую школу, это в принципе неплохо. Они будут говорить на английском, как на родном. Но главное, чтобы они не забывали свой язык. Потому что часто дети начинают, они говорят на русском, но они не могут читать. Они уже не знают грамматики, не могут писать, и только вот разговаривают на слов. Да. При таком подходе ребенок больше вырастает уже с видением европейским, своих учителей, видением жизни, в общем-то. Важно, чтобы ребенок все-таки оставался, но если для родителей это важно, чтобы он оставался русским ребенком или там из какой-то другой страны, из страны СНГ, знал свои корни. Поэтому я считаю, что лучше ходить на какие-то, может быть, дополнительные задания, занятия, заниматься ребенком, чтобы он знал полноценно два языка. Можно ли без знания английского языка переехать в Дубай? Да. Без знаний? Без знаний. Я думаю, это очень сложно. И легко. Я думаю, переехать можно, но потом, как ты будешь здесь жить, это уже зависит. Надо переехать и уехать. Да. Да, если вы хотите жить здесь, точно надо английский язык, потому что все общаются на английском языке. Даже на арабском, только на арабском это... Мало. Да, мало. Надо английский язык. Так как Объединенные Арабские Эмираты это арабская страна с арабским языком, хотелось бы узнать именно про этот язык. Нужно ли его знать и достаточно ли знать только этот язык? Это после английский язык открывает большие возможности, да. Но без английского нет. Так, арабский язык не даёт много. Арабский язык, когда ты уже знаешь английский язык, он даёт новые возможности. Он повышает твои шансы найти работу, новых друзей. друзей. Даже если ты знаешь арабский, у тебя будет арабский круг общения, арабские люди. Всё равно арабы из других стран здесь чувствуют, не чувствуют себя, может быть, больше знают у них, больше возможностей, больше знакомых, и так ты через них, может быть, найдёшь для себя какое-то место. Как осуществить переезд? Ваш какой-то сценарий по шагам? Можете дать такой сценарий? Отправить Мура туда. Да, подождать, когда встроено, и поехать. Но на самом деле надо решить, во-первых, для себя, что ты хочешь ехать в Дубай, всё, подготовиться к этому, не знаешь язык, учи сначала язык, а потом я встречали мы здесь людей, которые плохо знают или не знают вообще английского языка, и они вот приехали сюда в ожидании, там, чудо, что они найдут работу. Да, вы найдёте работу, но как вы будете жить? И даже с моральной точки зрения, даже туристы, которые сюда приезжают, не зная английского, чувствуют себя некомфортно, чувствуют, что у них большой пробел в общении, в понимании того, что происходит, и тем более, если, не дай бог, какая-то проблема, что делать потом, куда обращаться? Ну, всегда найдёте человек, который разговаривает на вашем языке, это не очень сложно, но жить здесь без языка, это, я думаю, очень сложно, потому что люди будут использовать эту точку против человека, да. Как вы обычно проводите свое свободное время? Спим. Кушаем. 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 Но мы по-разному. Иногда у нас бывает, что если кто-то приезжает из России, допустим, тогда у нас активный очень образ жизни, мы везде ездим, смотрим, и мы уже много куда поездили, посмотрели Эмираты, вот, когда, иногда просто с друзьями где-то сидим в кафе, у кого-то дома, играем в настольные игры, иногда мы сидим дома и смотрим какие-нибудь японские аниме-сериалы, ну, все можно делать здесь, честно, можно идти в парк, можно идти на море, можно идти в аквапарк, можно ехать, примерно, в Феррари Воллд, есть много интересных вещей здесь. И, наверное, последний вопрос, хотелось бы услышать ваши советы для людей, которые приезжают в Дубай. Я бы хотела посоветовать тому, кто едет в Дубай, определиться, что он действительно хочет ехать, поставить себе цель и начать готовиться. Не так, что, ой, я еду в Дубай и завтра я уехала в Дубай. Нет, подготовиться. Сначала посмотреть вакансии. Во-первых, решить, какую работу я хочу. Уже отталкиваясь от этого, посмотреть, какие есть вакансии на рынке и подготовить себя к этому. Посмотреть свои слабые, сильные стороны, слабые стороны, соответственно, подтянуть. Конечно же, язык. Походить на курсы, начать разговаривать, пытаться. Может быть, даже с кем-то общаться уже, кто здесь, на английском языке. По приезду сюда, что, найти жилье, искать работу. Может быть, работу начинать искать еще из России по интернету, тоже возможно. И потихонечку, налаживать свой быт, дом, работа, рутина. Ну и, конечно же, не расточиться, не быть расточительным, не поддаваться, «О, как здесь красиво», и поеду-ка я в первый месяц все посмотрю и сразу же потрачу все свои денежки. Нет, подождите, даже первый год, подождите, построите свою какую-то базу, основу, а потом уже все это увидится, посмотрится и получится впечатление. по поводу того, кому не стоит ехать в Дубай, я думаю, не стоит ехать в Дубай людям, которые не могут быть одни, скажем так, не могут переживать одиночество, потому что Дубай, ну, я так вот чувствую, это город одиноких людей здесь, поскольку очень быстрый темп жизни, и все работают, у всех мало остается времени на общение, и, как правило, это какие-то маленькие такие круги общения, несколько человек, и где бы ты ни был, мне кажется, люди вот хотят с тобой заговорить, почему-то в метро сымно часто заговаривают люди, и они открыты, они хотят общаться, поэтому, если вы не готовы к тому, что какое-то время вы будете там в изоляции, скажем так, социальной, потому что будет работа, дом работает, то, да, тогда, может быть, не стоит ехать. Тяжело, да? Да. И многие по этому причине уезжают, ну, вот из наших даже знакомых уезжают отсюда, потому что одиноким людям без семьи здесь сложно, морально сложно. Тот же шейринг, жить с какими-то людьми, это тоже нелегко. Тем более, это уже не студенческие годы, когда ты готов жить в общежитии, ты уже взрослый, хочется своего, а вот семейный очень хорошо, женам, особенно. но, я думаю, надо яркий план, бить строй, но уже в голове, и как приехать сюда и начинать тратить деньги сразу, это очень не полезно. Снимать несколько кредит-карт и начинать тратить деньги у всех сторон, это как, я не знаю, черная дыра для людей здесь. Все попали в эту проблему здесь. И заканчивается, как он не может уехать отсюда, он не может работать здесь, и в Турмуо это посадут, и все. Да, вот про кредит-карт, я не знаю, насколько русские люди здесь с этим сталкиваются, но у нас уже несколько друзей, там, кто-то уехал из-за этих кредит-карт, потому что ты берешь, снимаешь кэш, и затем ты всю свою зарплату только выплачиваешь, за то, что ты там один раз из года, и не закрываешь эти кредиты. Некоторые люди здесь сидят и ждут, когда их посадят в тюрьму, да, потому что... и так и несколько. Ну да, потому что это очень... здесь очень большая реклама, много магазинов, да, и марки, и человек увидит, как много туристов придут сюда, хотят покупать, и он начинает покупать, как будто он такой богатый человек, и в конце концов, нет денег, и эти вещи невозможно использовать еще раз. Так, надо сначала, как строить себя, потом тратить деньги. а тратить деньги с начала, это не 10, не 20, не 30 не хватает здесь. Можно за день тратить 35 миллионов. Не, честно. Ну да, давай, важно. Золотую машину. Примерно у меня одна клиентка приехала из Китая, у нее на карте 5 миллионов, она хотела тратить их за 3 дня. И такая у них... Вот это, да, потому что это строено для таких туристов. Вся страна строена для таких туристов. Обид, как эти люди, надо сначала обид богатый человек, а не покупать. Спасибо огромное. Мне кажется, сегодня в этом интервью мы узнали очень много нового, очень много полезной информации вы рассказали для нас. И я думаю, что те люди, которые запланируют переезжать в Дубай, им будет очень полезно посмотреть ваше интервью, потому что у вас получилось раскрыть не только плюсы, и вот эту всю прекрасную жизнь Дубая, которую видно и так, да, в интернете, и по видео, и вообще по статьям, по каким-то... Но вы затронули такие моменты, как проблемы, и минусы, и какие-то трудности. Я думаю, что это очень многим людям поможет. За это вам огромное спасибо отменяет всех... всех людей, которые... всех зрителей, которые будут смотреть это видео. Вам тоже большое спасибо вообще сообществу Индубай, да? Мне кажется, как-то... эта группа, скажем так, объединяет хороших людей. Мне кажется, что до сих пор ни видео, не было каких-то там неприятных людей и даже в личном общении встречах наших. Очень приятно. Спасибо вам. Спасибо. На этом всё. Наша встреча подошла к концу. С вами был канал Индубай. И хотелось бы напоследок вам сказать, что... поблагодарить, во-первых, за то, что вы каждый раз смотрите наши новые выпуски, не ленитесь писать комментарии, какие-то вопросы, возможно, свои благодарности. На самом деле, мы читаем каждый комментарий и очень приятно получать такие положительные комментарии, какие-то лайки. То есть для нас это, наверное, что-то такое очень ценное от вас, что мы действительно получаем такую эмоцию. Друзья, с каждым новым интервью я стараюсь периодически менять вопросы. И если вы сможете написать в комментариях, какие, возможно, вопросы вам ещё интересны, то мы в будущем будем в других наших интервью обязательно спрашивать эти вопросы и, возможно, готовить какие-то тематические видео, которые были бы вам полезны. На этом всё. С вами была Анна Надырова. Спасибо за просмотр. Всем хорошего вечера. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok